Доброе утро! В эфире Вести в субботу. Ближайшие 15 минут о самых значимых событиях уходящей недели. Глава Крачева-Черкесии обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничем. Невозможно описать словами, но можно перенести красками на холст. Художники со всей страны представили свои работы на выставке «Горы. Герои. Символы. Почегу в Крачевске». Продолжаются выборы в Государственную Думу. Сегодня второй день голосования. В преддверии выборов в Общественной палате открылся штаб по наблюдению за голосованием. На открытии собрались представители региональных отделений политических партий, эксперты независимого общественного мониторинга, члены Общественной палаты и СМИ. Штаб по наблюдению за выборами был открыт еще в марте этого года. Шла активная работа, обучали наблюдателей и волонтеров. На территории Карачева-Черкесии 252 избирательных участка. Все они оснащены камерами видеонаблюдения. По мониторам можно наблюдать за голосованием. Наблюдатели – важные участники процесса. От них зависит прозрачность и легитимность голосования. Итак, Центр общественного наблюдения будет работать все три дня выбора, в том числе и 20-го числа. Поэтому он работает круглосуточно и днем, и утром, и ночью. Поэтому мы готовы принять любого человека, жителя Карачаева-Черкесии, Российской Федерации, представителя партии. Почему в субъектах уполномоченные включены в эту группу, в этот Центр? Для того, чтобы именно обеспечить легитимность, прозрачность этих выборов. Почему? Потому что ясно видно на этих экранах, что происходит на каждом избирательном участке. Сейчас погода на выходные, а после мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В такое прекрасное время года не хочется простывать и тем более болеть коронавирусом. Как проходит вакцинация в Адыгехабльском районе и какой процент населения уже привился. Об этом и не только рассказала исполняющая обязанности главная врача Адыгехабльской районной больницы Женя Бесокаева. Альбина Ламкова продолжит. Последние две недели кашель, одышка, температура, боли в горле. Что-нибудь беспокоило вас? Нет, я не беспокоил. Приемы терапевта перед прививкой стандартны. Как и по всей стране, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СМИЛС. В большинстве случаев вакцину переносят хорошо, побочные эффекты не наблюдаются. Пациенты Адыгехабльской районной поликлиники отмечают, что принимающие их врачи настоящие профессионалы. К сожалению, Елена Сунчалеева после перенесенного ковида стала частым гостем в медицинском учреждении. Она теперь знает, насколько эта болезнь коварна. Прививку, да, конечно, я буду делать, а как же. Наш терапевт очень отзывчивый, хотя мы очень капризные и нагрубить можем. Наш персонал, они молодцы. Только плюс. И вот, и успокоят, и лекарства дадут бесплатные. В нашей больнице не хватает чего? Зданий не хватает. Условий для наших врачей. Мы мучаемся. Вот педиатр рядом принимает, тут же и взрослые, тут же и дети. И все больные ходят. Конечно, хочется условий. И вот сейчас посмотрите. Сейчас зима, а где будут больные сейчас сидеть? Ждать, вот на улице, да? Вакцинация в Адыгехабльском районе набирает обороты. Защитный укол уже сделали более 57% населения. Вышло же постановление главного санитарного врача республики. После этого люди лучше начали вакцинироваться. Именно население, которое работающее. У нас имеется два пункта вакцинации. Они базируются на базе, значит, Адыгехабльской районной поликлиники и на базе врачебной амбулатории в ауле Ирсакон. Также две мобильные группы, которые выезжают к больным на дом и вакцинируют прямо на дому. Также в организации, если есть желающие вакцинироваться. Проблем с поступлением вакцин не было и нет. Все четыре вида в наличии. Препарат по выбору пациентов. Население, которое сомневается, еще раз, еще раз призываю вакцинироваться. Многие говорят, я боюсь, я еще подумаю. Бояться надо инфекцию, а не вакцинацию. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного летального случая после проведения вакцинации. А от коронавируса все знаем, что умирает очень много людей. В заключении Женя Бесокаева отметила, что наше спасение – вакцинация. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Адыхабльский район. В Москве глава Карачаева Черкесии Рашид Семреза в формате двусторонней встречи обсудил с ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничем намерение республики присоединиться к федеральному образовательному проекту «Вернацкий». Он предполагает создание в регионах научно-образовательных консорциумов, объединяющих университет с местными вузами и НИИ, а также социально ориентированным бизнесом и направлен в первую очередь на повышение роли университетов в социально-экономическом и научном развитии страны. В рамках встречи Рашид Семрезов и Виктор Садовничий также обсудили перспективные направления сотрудничества между вузом и республикой. Кроме того, в рамках беседы было решено провести в 2022 году на площадках университета выставки декоративно-прикладного творчества народов республики в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесской автономной области. А в рамках Всероссийского фестиваля науки в Кочегу имени Умара Алиева прошла выставка «Горы, герои, символы» с представителями Института культуры и искусств. Работы художников посмотрел и Корча Биджеев. «Горы, герои, символы» – выставка, которая проводится в рамках проекта «Кавказ как теменос» или «Святое место России» при участии Министерства культуры Российской Федерации, а также Академии художеств и Творческого союза художников. На выставке представлены работы из разных регионов – Ставрополя, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Краснодарского края. Участвовало несколько десятков художников со всей страны. Авторы представляют искусство Северного Кавказа как нечто внеземное, что невозможно описать словами, но можно перевести красками на холст. «Впечатление на меня произвели горы, природа Кавказа. И Клухурское ущелье – оно одно из наиболее красивых, наиболее живописных на Западном Кавказе, может быть, даже во всем Кавказе». Сама выставка проходит необычно. Она расположилась в стенах Карачаево-Черкесского госуниверситета. Здесь есть факультет изобразительного искусства. И для студентов это интересная школа, из которой они могут подчеркнуть достаточно много для своего обучения. «Мне понравилась данная выставка. Узнала много всего нового, увидела много потрясающих картин. И в целом неплохо». Как отмечает вице-президент Творческого союза России Александр Рубец, эта выставка показывает всю красоту души человека и традиции, которые передаются из одного поколения художников в другое, и тем самым становится богаче культура. В эти работы вложено много труда, души. Они отражают быт и незабываемую природу нашей замечательной Родины. «В этой выставке принимают многие художники Карачаево-Черкесии, в том числе и преподаватели, и сотрудники Института искусств Карачаевского. Выставка получилась очень насыщенной, разнообразной. Тема выставки – горы, герои, символы. И, конечно, в основном здесь произведения, которые отражают это направление, эту тематику. Работы выполнены в разных манерах, разных таких направлениях. Я очень надеюсь, что в будущем мы сможем продолжить наше сотрудничество и сможем порадовать всех своими новыми проектами». 24 сентября пройдет мастер-класс с участием школьников и студентов. А 20 сентября на базе Института культуры и искусств состоится круглый стол с символами в работах художников Юга России. 30-го проведут итоги работы КЧГУ – проекты Всероссийского фестиваля науки и искусства. Карачаево-Черкесия стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-21». Жители могут проголосовать за лучшего участкового уполномоченного полиции. В первом этапе конкурса принимают участие представители территориальных органов МВД России на районном уровне. Отбор конкурсантов будет проходить до 20 сентября. Проголосовать за своего кандидата можно на сайте МВД по Карачаево-Черкесии. На данном этапе граждане выберут одного участкового уполномоченного полиции, который пройдет во Всероссийский этап конкурса, который состоится также в режиме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября на сайте МВД России. Так будет определен победитель Всероссийского конкурса «Народный участковый страны». На этом сегодня выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» И я поверю, что ты останешься со мною. Непредсказуемые дуэты. Премьера сезона. Воскресенье. 18.00. На канале «Россия». Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»